Продолжение следует... Подстрекая других осужденных массовым беспорядком, навязывая идеологию преступного мира, все шло к тому, что в учреждении хотели организовать бунт, что могло повлечь за собой угрозу не только для сотрудников, но и всего населения. Опасаясь вышел изложенного, нами было принято решение применять решенные методы для подавления агрессии. Хотим уточнить, что это не пытки. Я не отказываюсь. Осужденных. А путем физического законного воздействия пронуждали к соблюдению режима содержания. Все наши действия были законными, согласованными с надзорными органами. Каждое наше действие фиксировалось. Мы ничего не скрываем. Несмотря на все законность действий, без каких-либо разбирательств, в течение суток нас всех уволили по отрицательным мотивам и заявили в уголовное дело по статье пытки. Хотя еще раз повторяем, пыток не было. Применяйте спецырства. Применяйте. Уважаемый народ Казахстана, мы хотим этими видеокадрами и нашими обращениями донести, что вас вводят в заблуждение и не показывают другую сторону всей этой ситуации. Надеемся на ваше понимание и поддержку. 20 тысяч террористов – это статья 274 распространение недостоверной ложной информации. Это его нужно судить, не меня. Я, гражданин Казахстана, пользуясь своими конституционными правами, буду себя защищать в рамках закона. Я имею право написать заявление на президента Такаева или на любого другого гражданина. Потому что у меня права одинаковые с президентом. Абсолютно. Данебаев отбывает наказание в учреждении строгого режима в городе Адбасара Кмолинской области.